МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире городские новости. Челябинск в деталях в студии Юлия Анфалова. Смотрите сегодня в выпуске. Ни водопровода, ни канализации. Вот фляга с водой. Натаскала воды, поливала и убиваешься. Жители нескольких домов в Челябинске до сих пор не верят, что живут в 21 веке. Воспитывают как родного ребенка. Сотрудники зоопарка удочерили малышку суриката. Ездить по дорогам надо головой. Поможет только использование содержимого черепной коробки. Причем адекватное использование. Как сделать так, чтобы ДТП с участием мотоциклистов стало меньше? Выходят на улицу и демонстрируют одежду. Мнение по поводу празднования 1 мая высказали эксперты нашей постоянной рубрики. 54 миллиона за два дня после оповещения о блокировке карт СМП Банка южноуральцы начали массово снимать деньги со своих счетов. Из-за введенных в США санкций люди не могут расплачиваться кредитными картами в магазинах и развлекательных заведениях. Клиентов СМП Банка в Челябинске около 75 тысяч. Узнав о блокировке своих карт, горожане поспешили снять деньги со счетов. Как итог, к середине рабочего дня часть банкомата в городе была пуста. И сумма выданных наличных в два раза превысила среднестатистические показатели. Впрочем, специалисты банка уверяют, причин для паники нет. Чтобы выполнить все обязательства перед клиентами, средств хватит. Напомню, в марте масштабы паники были еще больше. Тогда о блокировке карт вкладчикам не сообщили. И за четыре дня со счетов СМП сняли около 400 миллионов рублей. Ездить по дорогам нужно головой. Тем более, если это касается мотоцикла. Сегодня медики, сотрудники ГИБДД и байкеры со стажем встретились за круглым столом. Главный вопрос, как сделать так, чтобы ДТП с участием мотоциклистов стало меньше. В сюжете подробнее. Самое страшное видео с места ДТП зачастую с участием мотоциклистов. И дело не только в том, что это неизвимый транспорт. Управляют и много подростков без прав и специальной экипировки. Про ПДД тут и говорить не приходится. Далеко не всегда в авариях виноваты мотоциклисты. Однако статистика все равно не радует. В 2014 году у нас произошло ряд также дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов. И еще, грубо говоря, даже сезон не начался. Мы на сегодняшний день уже имеем три погибших человека. Директор Центра медицины катастроф Игорь Ребиков. Подробности таких ДТП может описывать долго. Травмы серьезные, зачастую смертельные. Говорит, для защиты нужен хороший шлем, а не чепчик. Правильная одежда и знание правил. Но главное, ездить нужно головой. Поможет только использование содержимого черепной коробки. Причем адекватное использование. За круглым столом сегодня немало и самих байкеров. И у них тоже накопилось много проблемных вопросов. Так учиться в автошколах мотоциклистам сейчас попросту не на чем. Так же, как не на чем сдавать экзамен в ГАИ. Вносит свою лепту дорожный налог. Самый высокий по России. И пробуксовка ОСАГО. Была здесь страховочка где-то в три с лишним тысячи. Со всеми плюсами и бонусами. Когда еще верят, что мотоцикл, и на полгода. Просто говорят нет. И сказали, что есть негласные указания у других компаний. Так как мотоциклы являются средством повышенной опасности. В случае аварии часто бьются, ломаются, стоят дорого. Мотоциклистам максимально. Страховки отказывают. Ситуацией с ОСАГО уже занялась прокуратура. А байкеры обещали помочь ГАИ с профилактической работой. Несмотря на солидный стаж, за плечами участников мотоклубов, единичные случаи ДТП и травм. Говорят, все дело опять же в голове. Например, стать членом клуба без прав просто невозможно. Наталья Хованских, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск. Помощь для самых маленьких дом-ребенка номер два нуждается в ремонте. На эти цели область выделила 200 тысяч рублей. При учете, что восстановление одного только помещения обойдется в миллион. Сейчас в учреждениях таких сразу три. О недетских проблемах малышей в нашем следующем сюжете. Глядя на чистые и уютные комнаты, сложно поверить, что за 30 лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Все это признается главный врач заслуга благотворителей. И все бы хорошо, но беда пришла откуда не ждали. Новый закон о закупках заставил малышей буквально голодать. Не проходит конкурс, например. Мы снова вынуждены какие-то продукты объявлять. Новый конкурс. Это требует очень большого количества времени. И за этот период мы можем остаться. Было у нас такое уже, что мы можем оставить на какой-то период детей без продуктов. Помощь пришла, как всегда, от неравнодушных челябинцев. Директор загородного поселка Лесной остров, попечитель общественного движения «Соцгород» Николай Нигматов взялся решить проблему с питанием. Теперь необходимую молочную кашу и фрукты дети получают в срок. Сегодня познакомиться с малышами и узнать, чем еще можно помочь учреждению, приехал и лидер областного движения «Соцгород». Вот этим крохам, там непонятно, что им надо. Они то плачут, то у них какие-то там болеют, их там лечат. И персонал такой душевный. Поэтому за эти, посмотрите, это дело богоугодное. Я хотел бы обратиться ко всем бизнесменам, потому что это, наверное, от души. Благодаря общественникам сейчас в Доме малютки полным ходом идет ремонт. Когда закончат, помогут и с реконструкцией бассейна. Очевидно, что здесь всеми силами стараются казенное учреждение превратить в настоящий дом. Посодействовать этому может каждый. Контактный номер и адрес указаны на экранах. Мила Янкина, Александр Андреевшагов. СТС. Челябинск. А цивилизация-то где? Вроде бы в 21 веке живут. Семьи нескольких домов возле станции Чурилова не знают, как это, когда из крана течет вода и работает канализация. О том, как выживают люди, в следующем сюжете. На первый взгляд, эти два дома по улице Тяговой в поселке Чурилова выглядят вполне нормальными. Но это лишь на первый взгляд. Проблем у жителей хватает. Говорят, дорог нет, маршрутки не ходят, такси ехать отказываются, а котельная доживает последние дни. Но все же основная головная боль – канализация. Наш дом построен с 1957 года. И в это время грибные ямы построены. Они ни разу не ремонтировались. И вся вода, вот эта все, от канализации, идет под дом. Уже вот осталось маленькое. И будет уже в квартире. Этими плитами выгребную яму закрыли сами жители. Хоть какая-то безопасность и спасение от запахов. Горожане утверждают, управляющая компания откачивает отходы крайне нерегулярно. И только после нескольких звонков от разгневанных собственников. Звоним, они нам отвечают, что у нас авария, машина одна, приехать не можем. Ждите. И вот как только освобождается машина, вот они одну машину откачают и все уезжают. А здесь надо качать 8-10 машин. Работа управляющей компании, по мнению жителей, заключается в том, чтобы отделываться отписками. В десятках ответов только обещания. Разработаем сметную документацию, отправим ее для рассмотрения в ЖКХ города. Устраним неполадки. Датировано все 2013 годом. Что делать дальше, жители не знают. Вот фляга с водой. Натаскала воды. Поливаешься. Вот это туалет. Ведро. Ведро. Вот туалет. С таким ведром ходишь туда. Это не частная избушка где-нибудь в глуши. Это все та же улица Тяговая в поселке Чурилово. Соседний двухэтажный дом. Здесь никогда не было ни канализации, ни водоснабжения. Так говорят жители. На руках у которых также десятки отписок. Когда мы пошли насчет справки, чтобы провести себе воду, никто не хочет на себя ответственность брать, потому что дом ветхоаварийный. В 2006 году составлял 57%. Имеется акт на это. И никто не хочет. Дом старый. Справку не дают, что ни воду не провести, ни ветхоаварийность не ставят дом. Вот замкнутый круг получается, что и не нам, и не мы так и живем. Так и живут семьи трех домов, мечтая по-человечески помыться и сходить в туалет. А на дворе 21 век. Инна Львошина, Юлиан Фалова, Георгий Красанков, СТС, Челябинск. Тротуар «Верните». Жители Калининского района страдают от расширения проезжей части. Говорят, теперь есть место только для машин, а людям ходить негде. Речь о пересечении улицы Горького и проспекта Победы. Жители вспоминают, дорогу расширили два года назад. С тех пор ходить по улице стало невозможно. Кругом ямы и ухабы. Пешеходный тротуар и вовсе пропал. Много нареканий и к бордюру. Люди говорят, что он слишком высокий. Иногда смотришь в окно, и люди и падают. Ну, то есть пожилые люди, очень большое неудобство вот это. Они не могут перелезть через этот бордюр. С этой стороны у нас такое же безобразие. И с той стороны точно такое же безобразие. Там даже разметки нету, пешеходной дорожки. О своей беде жители рассказали сотрудникам ЖЭКа. А вот в администрацию вроде бы не обращались. Решили пойти в Абанк и позвали телевидение. Надеются, так их услышат. Две тысячи пятерок на всю страну. Тотальный диктант определил уровень грамотности россиян. В число тех, кто великий и могучий знает на отлично, вошли и 40 челябинцев. Высшую оценку они получили, допустив всего одну ошибку. Подробности в нашем сюжете. По подсчетам организаторов, в добровольном диктанте приняли участие более 350 городов не только России, но и всего мира. К акции по проверке грамотности подключился даже космос. Общее количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза и составило 64 тысячи человек. Наиболее сложными в написании оказались слова «Гармошка», «Полисадник», «Симофор» и «Пирон». Ошибку в последнем допустил и радиоведущий Павел Зорин. К своему стыду я написал его с одной буквой «Р». И причем сразу же у меня возник вопрос о том, правильно ли он его написал. И пришлось подпределить у соседа, и там уже увидел, что с ошибкой исправлять не стал. В Челябинске свою грамотность проверили более тысячи человек. Девять из них продемонстрировали абсолютное знание русского, не допустив ни одной ошибки. Правда, отметить организаторы решили не только отличников. Призы получили также победители спецноминаций. Эти номинации – это «Тотальный ребенок», двое самых молодых участников «Тотального диктанта». «Тотальный иностранец», потому что в этом году писали не только жители России, но и жители Китая и Франции. «Тотальным ребенком» стала восьмилетняя Настя. Участие в акции «Наравне со всеми» девочка принимает уже во второй раз. Как выяснилось, второклашка разбирается не только в буквах, но и нотах. Что легче, «Тотальный диктант» написать или сыграть Моцарта? Сыграть Моцарта. Сначала начинаю писать, а потом я не успеваю, потому что быстро диктует, и я начинаю рисунки рисовать. В ходе международной акции в Челябинске даже выбрали два самых красивых слова в русском языке. Ими стали «дом» и «мама». Мила Янкина, Олег Салпанов, СТС, Челябинск. Огнеупорное торжество. Сегодня на главной площади Челябинска пожарные отметили юбилей профессиональной деятельности. Ровно 365 лет назад в России были учреждены первые отряды по борьбе с огненной стихией. С тех пор многое изменилось. В арсенале пожарных появились новые инструменты, но главное – отвага и мужество сотрудников сохранились на высоком уровне. О том, как отметили юбилей, в нашем следующем сюжете. Нет, никакого ЧП в центре Южноуральской столицы нет, хотя такое количество пожарных на квадратный метр Челябинск вряд ли припомнит. Последний день апреля в этом году стал юбилейным для всех пожарных страны. Вот наши огнеборцы и заняли целую площадь, чтобы отпраздновать. Из запасников достали вот такие раритеты. Лошадь, багор и десяток молодцов в телеге – так когда-то выглядели первые пожарные команды нашего города. Экипировка тогда, конечно, несколько уступала современной. Однако такой профессиональный косплей огнеборцам более чем нравится. Мы ощущаем себя как настоящий пожарный, как на самом деле и есть в принципе. Какая разница, в чем мы это делаем – в новой форме или в старой. Делаем мы – это уже хорошо. В этот день каждый может примерить экипировку пожарного, посидеть в раритетных машинах и даже прокатиться в корзине спасательного подъемника. Все, что представлено публике, находится практически в идеальном состоянии вне зависимости от возраста. Данный агрегат – это пожарный автомобиль на базе шасси «ГАЗ-АА» образца 1937 года. Это был практически первый отечественный автомобиль, который начал успешно тушить пожары на территории Челябинской области. Официальная часть празднования завершилась торжественным парадом пожарных. Всего перед горожанами строем прошли около тысячи человек и десяток единиц техники, среди которой современные комплексы локализации пожаров и борьбы с огнем. Завершить же праздник поручили вот этому фонтану, собранному из пожарных рукавов и бронзбойтов. Александр Куликов, Кирилл Данько, СТС, Челябинск.